Борец в красном веку Чемпион Европы 2020 года Чемпион мира Победитель международного турнира Гран-при Александр Медведь Прошлого года Вернамагамедов, Кати Магамедов Република Беларусь Драдна Олимпийский медалист Чемпион Европы 2020 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 Командир России Ханты-Мальцийский автономный округ Югра Мастер спорта международного класса Республиканская школа Олимпийского резерва Трегеры Сакоя Форошков, Анатолий Маргинев и Кадарсов. Дэвид Байев, чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион России и многократный призер чемпионатов России. Дэвид Байев, Россия, world champion of 2019, gold medalist of the world time and national champion. Дадуeu вам встречу судьи – руководитель Ковра, судья олимпийской категории Алексей Базулин, город Брянск. Альвитов, судья международной категории Андрей Жаринов, город Москва. Боковой судья Кирилл Асадоев, судья международной категории, город Альфом. Альфом, судья международной категории, город Москва. 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 Альфом, судья. Альфом, судья, мама. Да, все четко, все четко. Альфом, судья. Альфом, судья, альфом, споя. Спокойно, спокойно. Спокойно, молодец. Молодец, молодец. 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 — Спокойно, еле, еле. О, еле. — Спокойно, спокойно. — Спокойно, не лезь, не лезь, — просто еле. — Отсада, отсада, вечер, вечер. — Спокойно, спокойно, еще. Не всталай! Не всталай! Победил серебряный призер Олимпийских игр Магомед Хабин Хадим Магомедов Беларусь Как считаешь, за счет чего победил? У меня всегда присутствует вот такая ответственность с властинским борцами, когда выхожу Так как они принципиальные соперники лично для меня Поэтому с каждым властином мне хочется выиграть не только, просто вот Там есть немало крепких 274, поэтому с ним тоже я настраивался на победу Ты вчера сказал, что для тебя нет важных соперников Для тебя все одинаковые соперники, кроме Заурбека Седакова Если бы с ним боролся, то да Да, Заурбек Седакова это особенный соперник для меня Для других, я не знаю, для меня он особенный Потому что он, правда есть правда, он номер один в этом весе Он признал это на мире И за ним, можно сказать, ведется такая охота Он очень хороший, достойный парень, достойный соперник, человек Но мы в спорте должны прицелиться, готовиться Если не на него, то на кого же А какой у вас рекорд? У нас рекорд с ним, я проигрываю 3-1 по-моему, 4 раза боролись 3-1 Да Я думаю, после всего этого победа будет А согласен с тем, что Буайсар Сайги сказал, что Седака очень много баллов пропускает И вот нужно над этим работать После этих слов, я уже сам начал проанализировать свои схватки Приехал сюда, я считал свои баллы, сколько я отдал В конце сегодня тоже, в финале Я мог бы не отдать, но Где-то я проигрывал, я отдавал эти, ну, такие в концовке баллы Ну, Буайсар Сайгиевич, это легенда, безусловно Его слова Я из этих слов очень много полезного для себя взял Каним Магомедович, ты в этом турнире был скуп на баллы Особенно в финале, да, и казалось, что тут так Макс, как сказал Ариб Ибрагимов Который со мной вместе снимал эту схватку Он сказал, что ты прям как шахматист работал в этой схватке И до самой последней секунды не давал возможности своему сопернику Но на последних секундах даже показалось, как будто ты это специально сделал Зная, что вряд ли догонит Но чем-то это могло и обернуться плохим Да, было такое У соперника есть свои особенные приемы На которых он много раз зарабатывал по 4 балла Поэтому и в концовке я вспомнил свою схватку Честно, не теряя контроль Я вспомнил схватку, где я проиграл Я могу отдать балл на мере И выиграть Куген Целеса И не отдавая этот балл, я отдал 2 И здесь тоже я подумал, если я сейчас ему не отдам В итоге я выигрываю Он может меня бросить И проиграв 4 балла Вот такой момент произошел Но там же был еще и накат следом Там просто времени не хватило Давиду Баеву А в этот момент это все было очень опасно Я об этом думал, но он не взял меня захвата Поэтому и мало времени не было Я бы умер, наверное, чем этот накат Ну что впереди? Магнит, как считаешь, сколько тебе еще добирать до той формы Которая у тебя была в полуфинале Олимпиады, когда ты разгромил Дейка? Я думаю Уже к Олимпийскому чемпионату я наберу лучшую форму Я сегодня не считаю себя 29 лет Люди в 35 мир выигрывают Поэтому я только ищу свой пик Я думаю, скоро он будет Магнит Хайби, вот ты говорил, что смотрел недавно большое интервью Буайсара Сатиева Как думаешь, делал ли он что-то по технике До чего вы до сих пор не можете дотянуться? Ни ты, ни Седаков Вот что он делал? Ну, послушал его интервью Я понял, что люди до сих пор не могут правильно подвести себя спортсменов, учеников Это было лет 15 назад Он такие вещи, как он правильно себя подводил Он очень важные вещи говорил Видимо, это было, наверное, что он свои 20 лет уже был Ну, в молодом возрасте он был уже Олимпийским чемпионом И у него опыт очень большой Даже, я думал, повторно послушал его Его очень большое интервью Поэтому не все запоминается Самая важная вещь То, что для меня То, что он сказал, не желая Ну, желая другим поражения Там свою победу не построишь Поэтому Были такие тонкости Которых он Даже взгляды Еще больше Изменились А у тебя бывали такие случаи Когда боролся Например, условно Седаков И ты желал ему поражения? Нет Я говорю В детстве Может быть Складывается У начинающих Бывают Избегающих Сильных соперников Желаю Седаков Поражения В моей карьере Все равно будут говорить Что он меня выиграл Поэтому Мне бессмысленно Избегать Такого шанса Выиграть его Поэтому Здесь неуместно Просто У большинства Возможно И у меня Раньше в детстве Такие Ну, впечатления Бывали Где-то Что-то себе Желаешь Большего Победы И так далее И Из этого Можно взять Там Бывают Победы Где-то Зажимают Ты желаешь Все равно думаешь Вот ты выиграл Знаешь Что твой соперник Где-то Поджали Зажали Именно Такие вещи Субтитры Субтитры